Всем привет! В эфире наш универ. Я Илья Суховалов. И я Юлия Камлякова, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня вы увидите лучшие сюжеты рубрики «Аудитория». Сегодня в программе «Как не заскучать зимними вечерами?» Ищем свою половинку в большом городе. Нужны ли жертвы красоте? Я вот думаю, чем бы заняться, пока мороз за окном? Не знаю, как ты, а я в салон красоты пойду. А я? А тебе не поможет. А мне и не надо. У меня природное обаяние. Вот и пойди, познакомься с кем-нибудь. С кем? Точнее, где? А главное, как? Успокойся, сейчас все узнаешь. Вот и пришли сибирские морозы. Гулять по улицам в такую погоду отваживаются немногие. К тому же приближается сессия, и студенты засели за книжки и курсовые. Но отдых в выходные никто не отменял. Как же весело и с пользой провести время в замерзающем городе. Приглашай друзей и следуй нашему маршруту. Плюсы игры в боулинг – большое количество участников и спортивный азарт. Цель игры – сбить как можно больше кеглей за наименьшее количество ударов. Но соревновательный момент не так важен. Главное – сам процесс. Ведь когда играешь с друзьями, успеху каждого радуешься как своему. Мы постоянно ходим в боулинг с друзьями, особенно когда погода плохая и не погуляешь. Мы приходим в боулинг, и нам тут довольно весело. А после такого активного отдыха – самое время для настольных игр. В любом уютном кафе нашего города можно собраться для игры в мафию. Присыпается мафия. Поклонников этой игры в нашем городе становится все больше. От участников требуется актерское мастерство, знание психологии и ораторские способности. Используя разные способы убеждения, каждый должен доказать, что он не мафиози. А после настольных игр пришло время танцев. Но не думайте, что все будет банально, и мы отправимся в клуб. Идем зажигать на танцевальный аппарат или памп. Так его называют любители. Сюда мы пришли в первый раз, и нам понадобилась помощь профессионалов. То есть ты кидаешь жетон, дальше перед тобой список песен, их 80 штук. Ты выбираешь песню, дальше выбираешь уровень сложности, то есть от уровня сложности зависит скорость. Дальше ты должен… вот стрелочки идут, то есть когда она доходит до верха, ты должен нажать ее на панели. Если ты станцуешь плохо две песни, тогда третью тебе не дадут. Если ты танцуешь хорошо, то тебе дают три песни. Автомат оценивает игрока по точности нажатия кнопок. В зависимости от затраченного времени он показывает результат perfect, good, bad или miss. Мы быстро освоились и даже получили песню в подарок. Здесь мы были первый раз вообще, то есть никто не ждал такого эффекта, всем понравилось. Но скорее всего сюда придем еще раз, может и не раз даже. Несмотря на суровую сибирскую зиму, в нашем городе есть масса возможностей проводить время весело и незабываемо. Надо ценить время и студенческие годы, которые никогда не повторятся. Каждая девушка мечтает о принце на белом коне, но прождать этого самого принца можно до глубокой старости, да и принцев на всех не хватит. Некоторые девушки это понимают и предпочитают не полагаться на случай и не сидеть в ожидании, а действовать. Итак, знакомьтесь, наша первая героиня Наташа. Я просто решила познакомиться с молодым человеком, но как-то социальные сети это уже не вариант, сильно банально. Клубы, кафе, это все уже тоже неинтересно, парни сами там знакомятся обычно. Но я решила распечатать визитки, познакомлюсь с парнем, а вдруг, ну как бы повезет. Вместе с Наташей мы печатаем самые обыкновенные визитки, ведь здесь главное не форма, а содержание. Отправляемся к одному из крупных торговых центров нашего города, где Наташе предстоит их раздать. Молодой человек, возьмите, пожалуйста. Этих не хочу. Результат не заставил себя ждать. Уже через пять минут телефон Наташи просто разрывался, а некоторые молодые люди предпочли телефону реальное общение. С вами что-то познакомиться. Ну, как бы, да. А я вам не дала еще? Да, Валя, кто знакомится, вы знакомитесь? Да. Следующая наша героиня – Александра. Большую часть своего длинного рабочего дня проводит в машине. Времени на клубы и кафе у нее просто нет. А вот желание найти свою вторую половинку – огромное. Честно пробовала в интернете, знаешь, ВКонтакте, но сейчас я решила поменьше уделять время социальным сетям, потому что реальная жизнь все-таки интереснее, важнее, красочнее. Машина и бумага – это все, что нам понадобится для следующего способа знакомства. Пишем незамысловатую фразу «Познакомлюсь с парнем» и свой номер телефона. Приклеиваем на стекла авто. А дальше ждем звонков. Алло. Привет. Привет, Юль. Ну что, тебе уже кто-нибудь позвонил? Ты что, я буквально выехала, два поворота проехала и все. Уже два звонка. Каждый из нас не раз видел на балконах домов объявление «Продам квартиру». Наша следующая героиня задумалась, а что мешает ей разместить на своем балконе подобное объявление, но с другой формулировкой. Тот двор, куда выходят окна моего балкона, заставлен Каенами, дорогими машинами. Как бы, да, там, Тойота, Мазда и же с ним BMW. Я думаю, среди них есть хотя бы один принцип. Если вы заинтересовались молодым человеком из соседнего дома, то этот способ знакомства для вас. Конечно, не факт, что позвонит именно тот, кто вам приглянулся, но попробовать стоит. Алло. Здравствуйте. Каким образом и где знакомиться, решать только вам. Главное не бояться искать новые возможности и экспериментировать. В конце концов, чем вы рискуете? Не встретите принца, так новых друзей уж точно приобретете. Женская красота. Постоянный объект восхищения мужчин. Но сколько времени и сил женщины вынуждены тратить на себя. Парикмахерская, косметический салон, тренажерный зал, а походы по магазинам. Мы, мужчины, можем только посочувствовать. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. В преддверии женского праздника я решил отправиться в салон красоты, чтобы наконец понять, чем там можно заниматься целый день. А для этого испытать на себе несколько типичных женских процедур. Так, один, два, три. Сначала сделаю маникюр. Это наиболее понятная мне и, надеюсь, безболезненная процедура. Если мужчина не ходит, приходит первый раз. Первичный приход, конечно, сложнее сделать, потому что руки неухоженные. Мужчины сейчас тоже делают маникюр. Однако их не так много. Я же впервые у мастера. Поэтому над моими ногтями пришлось упорно работать. Сюда же входит полировочка. То есть форму придать, обработать, кутикулу, уход потом за ногтевой, за руками. Идет нанесение крема, массаж. Мои ухоженные руки стоили мне целых полтора часа личного времени. Но это было только начало. Дальше мне предстояло... Коррекция бровей. Признаюсь, по доброй воле я этого больше делать не буду. Губки бантиков, бровки домиков. Хорошо еще, что терпеть мне пришлось всего минут 10. А вот со стороны это выглядело, видимо, очень смешно. Здравствуйте, пойдемте. Зато дальше я был вознагражден за свои мучения. И понял, что нет ничего лучше, чем попасть в руки хорошего косметолога. Здесь можно расслабиться и получить дельные советы от специалиста. Маска, она питательная и увлажняющая. Вообще программа комплексного ухода за кожей помогает выровнять текстуру кожи, сделать цвет ее более однородным, сократить поры. Если вы хотите, мы вам можем сделать еще и депиляцию. Нет, мне сегодня бровей хватило. 20 минут расслабляющего массажа и ты свеж, как огурчик. Ноготочки. Маникюр сделали, брови выщипали. До лета еще далеко, поэтому погреться в солярии для меня было в радость. Положите, закрывайтесь, нажимайте вот на вот эту кнопочку. Но все же я предпочту солнечные лучи и естественный загар. Считаю, что это полезнее. Испытав на себе только часть процедур и потратив на это полдня, делаю вывод. Все-таки мы очень разные. И хорошо, что я родился мужчиной. А еще очень приятно, что ради нас вы совершаете маленькие подвиги. За это мы вас и любим. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаю в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах Вся Россия и Дельфик ТВ. Даже в самые лютые морозы. Будьте креативны и изобретательны. Обаятельны и очаровательны. В общем, оставайтесь с собой. Пока. Мы смотрим вверх, а не вниз. Наша жизнь – мания. И самый главный девиз – стремись к знанию. Время настало! Наши неверны ищач52 расчет. Время настало! Наши неверны ищач52 Время настало! Наши неверны ищач52 расчет. Время настало! Наши неверны ищ�чки в третьих родителей. Кстати, км także противivan.